Здравствуйте! В прямом эфире программа Актуальное интервью. Интерактивная, удобная, красивая и технологичная такая должна быть современная библиотека. И пример такой есть в нашем округе. В прошлом году в Ивантеевке открылась детская модельная библиотека. Сегодня в программе мы поговорим о перспективах развития библиотек в Ивантеевке. И гость нашей студии сегодня директор Ивантеевской централизованной библиотечной системы Ирина Левичева. Ирина Сергеевна, добрый вечер! Здравствуйте! Ну что ж, предлагаю начать наш разговор именно с детской модельной библиотеки для города, для округа. Это действительно было событие очень высокого масштаба. Расскажите, пожалуйста, о библиотеке. Что же представляет из себя модельная библиотека? Нам часто задают этот вопрос, что значит модельная библиотека. Модельная библиотека – это библиотека современного, нового типа, созданная в рамках национального проекта «Культура». Библиотека, оснащенная новым оборудованием, новыми технологиями. Это библиотека с новыми книгами, с новым интерьером и дизайном. Библиотека, в которой много новых насыщенных программ для самореализации, для досуга, для того, чтобы каждый читатель мог найти себя и найти для себя что-то новое в этой библиотеке. Это место встречи, это место творчества. Такие модельные библиотеки создаются по всей России. И нам очень приятно, что мы смогли стать участником программы федеральной и сделали в городе, в округе модельную библиотеку детскую. Что касается непосредственно самой нашей библиотеки, хотелось бы сказать, что библиотека стала современной в плане дизайна, в плане современных интерьеров, оформления. В библиотеку поступило много книг новых. Порядка четырех тысяч новых книг было закуплено в прошлом году. Сама библиотека разделена, поделена на зоны. Пять зон для внимания наших маленьких читателей. Это и детская, игровая, где родители могут привезти, оставить своих детишек. Они могут и поиграть, они могут и заняться мастер-классами и всевозможными другими мероприятиями. Это Intel-зона, оборудованная компьютерами, где также наши читатели могут прийти, удобно расположиться и могут заняться, сделать презентации, послушать электронные книги. Дальше зона мероприятий, там, где у нас проходят круглые столы, это большие крупные мероприятия. Эта зона оборудована у нас интерактивной панелью. И сердце, так сказать, нашей библиотеки – это творческая лаборатория, которая появилась вот с созданием модельной библиотеки. И в творческой лаборатории у нас тоже много очень всего интересного. Там и 3D-принтер, соответственно, мероприятия, которые связаны с 3D-моделированием, и мультстудия, и много всего интересного происходит. Библиотека стала таким центром протяжения в городе, откуда не хочется уходить. И вот эта лёгкость интерьеров, свет, оно не отпускает читателей. Хочется там быть снова и снова. Да, предлагаю поговорить о дизайне. Знаю, принимали участие в разработке какие-то детали, какие-то концепции. И сотрудники библиотеки видите, так? Разумеется. Работали над этим все. У нас очень хорошая команда была. Но непосредственно разработкой дизайна интерьеров, созданием интерьеров занималась наша сотрудница Лилия Николаевна Лемзикова. Это заведующая отдела комплектования и обработки. У неё замечательные такие творческие дизайнерские способности. И вот эту часть, именно дизайнерскую, по наполнению мебели, она взяла на себя. Это был очень большой труд. Но также и другие сотрудники, конечно, принимали тоже участие. Это Ирина Викторовна Леникова, мой замечательный методист, которая написала как раз концепцию библиотеки, благодаря которой это основная такая весомая часть тоже. Мы, может быть, и стали победителями этого конкурса. Это и заместитель мой Елена Николаевна Кондратьева, другие сотрудники. Поэтому мы работали в команде дружно. Почему такие яркие, светлые, солнечные тона? Потому что концепция библиотеки базировалась на образах отечественной мультипликации. Так сложилось, что город Ивантеевка – это родина трех художников, достаточно знаменитых. Это Никитин, Носарев и Дураков. И вот эти яркие образы в библиотеке – желтые, солнечные, светлые тона – мы взяли как раз из отечественной мультипликации, в частности, Никитина и Носарева. Антошка, рыжий-рыжий конопатый. Знакомство в библиотеке начинается буквально с холла, с коридора, где у нас такая зона, где можно увидеть вот эти яркие образы с постерами, присесть, отдохнуть. И как раз вся библиотека, она пропитана вот этим светом, легкостью. Действительно, да, солнечный свет превалирует. Панорамные окна и на втором этаже как раз детской библиотеки открывается замечательный вид на сквер. Ирина Сергеевна, предлагаю поговорить о том, как удалось реализовать этот амбициозный проект, как удалось выиграть в конкурсе, как это все происходило. На самом деле не просто было, потому что и участников достаточно много. В прошлом году 239 библиотек со всей России стали как раз победителями этого конкурса. 239 библиотек реализовали этот проект и стали модельными, мы в том числе. Была очень жесткая конкуренция, очень много требований, очень много всякой документации. Но даже такой пример приведу, например, нужно было отремонтировать крышу. И с этим были определенные сложности, потому что капремонт должен был произведен, и пришлось обращаться непосредственно к руководству областного проекта капитального ремонта многоквартирных домов, для того, чтобы нам войти в этот проект чуть-чуть быстрее, чем было положено. И нам удалось. Мы, получается, отремонтировали крышу, и тем самым вот как-то вот этот процесс пошел быстрее. Очень удачная концепция. Вот эти яркие образы, мультипликации, они, наверное, сыграли большую роль, потому что каждая библиотека, которая рассматривается в этом конкурсе, она должна быть уникальна в своем роде. И наша концепция, наши яркие образы, и интерьер, и дизайн, соответственно, наверное, понравились комиссии, мы стали победителем. В области 13 библиотек, отремонтированных и модернизированных по этой программе, вот мы стали 13-ми. Мне кажется, я не покривлю душу, если скажу, что ваша библиотека одна из лучших в итоге получилась. Мы надеемся, что это так. И к нам как-то вот 1 апреля приезжала съемочная группа, с федерального канала ТВ-центр, снимают фильм про модельные библиотеки, которые были модернизированы в прошлом году. И наша библиотека в числе 4 лучших библиотек по всей Российской Федерации. Удивительно было для нас очень. Поэтому мы гордимся. Мы гордимся, что нас заметили на федеральном уровне. Да, и продолжая наш разговор о том, что библиотека стала центром притяжения, хочется поговорить о востребованности вообще библиотек. Сложился стереотип, что люди сейчас не читают. Мне кажется, это давно уже ушло в прошлое, и книги возвращаются. Хочется читать, и всегда я наблюдаю большое количество читателей в вашей библиотеке. Конечно, люди читают. Тем более мы обратили внимание на подрастающее поколение, почему из четырех наших библиотек в нашей библиотечной системе мы выбрали именно детскую на вот эту заявку, потому что дети наши все. И нам хочется, чтобы детишки, приходя в библиотеку, получали все самое лучшее. Читают, читают дети. Сейчас начнутся каникулы, и это будут просто очереди. Детишки приходят на внеклассное чтение, берут литературу, узнают о том, что новая библиотека, идут с книжками, берут. Взрослое поколение, конечно, достаточно часто ходит в библиотеку за живой бумажной книгой. Но вот где-то 34-40 лет, вот здесь немножечко, все-таки, я думаю, электронные книги больше читают. Но в нашей библиотеке и это тоже присутствует. У нас есть доступ к электронным ресурсам Литреса, НЭБа, другим, ИВИС, Гарант. Поэтому можно стать читателем электронной библиотеки, записаться к нам, получить бесплатно книгу электронной библиотеки Литрес. И для такого, в общем-то, возрастной, такой возрастной категории в том числе. Ну это замечательно. Вот технологии, да, они проникают повсеместно в нашу жизнь, в том числе и в библиотеки. Технологии, да, без современных технологий, без вот этой автоматизации мы тоже не стали модельной. Потому что у нас библиотека оборудована электронным каталогом, где есть возможность просмотреть весь перечень литературы, который у нас имеется по поисковику. Забивает читателей и в свободном пользовании, имеет в свободном доступе, у него есть возможность посмотреть, какая литература где, там, в том филиале или в ином, или вот в нашей центральной библиотеке. Это сенсорная книга, где мы собрали материалы по нашему краеведению. Опять же, Леникова Ирина Викторовна, наша замечательная методиста, была составителем, автором этих книг по краеведению, в том числе книгой памяти, которой мы очень гордимся, которая сейчас очень интересна и своевременна. Это наш патриотизм. Это детский развивающий стол для детей. Там игры. Игры разнообразные, развивающие, интеллектуальные. Детишки приходят, играют, мама села на диванчик, сидит, взяла книжечку, допустим, что-то по развитию ребенка, мантистория или еще что-то сидит, занимается, смотрит, а ребенок играет. Интерактивная панель. Опять же, я уже повторюсь, 3D-принтер, который пользуется большой популярностью, 3D-проектированный. Дети сами делают чертежи. И по своим уже чистежам, по своим проектам они изготавливают всевозможные любые детальки, начиная от лего, самолетик, все что угодно. И это все жарится, печется в 3D-принтере. Потом они как-то из собой забирают. У нас есть выставочная панель. Поэтому без современных технологий никуда. Более того, у нас в библиотеке все книги оснащены радиочастотными метками. То есть каждая книга, поступающая в библиотеку, обклеивается радиочастотной меткой. И о ней есть информация в электронном каталоге. Это облегчает работу наших библиотекарей при учете книг и при выдаче книг. И, в общем-то, стараемся, движемся, на месте не стоим. Думаю, что в дальнейшем нам еще что-то получится закупить. Но это уже в будущем. Ну, конечно же, всегда есть что почитать. Книжный фонд, мне кажется, все время обновляется. Всегда есть какие-то книжные новинки. Всегда можно что-то присмотреть. Конечно. Как раз в прошлом году, в год реализации проекта модельной библиотеки, было закуплено 4000 новых книг. Это книги все в детской библиотеке. Они все разносторонние, все разные. Это и художественная литература, и литература для внеклассного чтения, и журналы, и периодика. Это и какие-то... Профессиональная литература. Профессиональная, да, литература. Очень требуется, конечно, спросом. Детишки любят и новых авторов, да, и классика очень пользуется спросом, потому что классика несмирна. Это и отраслевая литература. Очень пользуется спросом то про животных, то про каких-то, я не знаю, космонавты те же, то шахматы. Дети идут, берут, с книжек увидят. Это же все ярко, красочно, все перед тобой набирают. Ирина Сергеевна, уникальность библиотеки нашей Ивантьевской заключается еще в том, что здесь есть художественная галерея. Галерея современного искусства. Все время там проходят встречи с творческими людьми, выставки, постоянно выставки тоже уникальные. Расскажите, пожалуйста, про галерею, про ее перспективы. Действительно, галерея – это наше такое сокровище в библиотеке, потому что не каждая библиотека оснащена художественной галереей. У нас так, видимо, исторически сложилось, то, что родина художников, и у нас много очень творческих людей в городе. И как раз вот это место своего рода сердца, куда стекается творческая составляющая нашего города, где люди приходят по своим интересам, проходят встречи, открытия выставок, они общаются. Да, в художественной галерее, если честно, план на проведение выставок среди художников расписан, если не ошибаюсь, до 2025 года. То есть у нас очередь, и просто так, если художник хочет попасть, очень сложно. Ежемесячно у нас новые выставки. В ходе выставок проходят встречи с художником, мастер-классы. Приглашаем студентов с техникой имени Королёвой. Именно для художников, дизайнеров это очень востребовано. Они всегда с большим интересом приходят к нам. И немножко забегу, наверное, вперед по поводу художественной галереи. Есть у нас небольшие такие, такая надежда и планы. Конечно, хотелось бы сделать ее современной, оборудованной. Более интересно, но это немножко позже расскажу. Хорошо. Значит, будет еще раз повод встретиться и поговорить об этом подробнее. Какие филиалы библиотеки, где они расположены и тоже насколько востребованы они для жителей? Библиотечная система города Ивантеевка. В городе Ивантеевке включает в себя 4 библиотеки. По адресу центральный проезд у нас 2 библиотеки. Взрослая и детская, которую мы модернизировали. И это студенческий проезд 41 и хлебозаводская 29. Два наших филиала востребованные среди читателей. Они каждый по-своему очень такие интересные, потому что у каждого свой круг читателей, у каждого свои мероприятия и, так сказать, и свои возможности тоже. Студенческий 41, это филиал номер 1. Благодаря, наверное, заведующей, очень такой позитивной, удалось собрать круг детей. Именно вот из их квартала, района, они приходят группами на детские мероприятия. Они постоянно что-то лепят, творят, смотрят, листают. Там такая обособленная группа, и они постоянно посетили библиотеки. Без них эта библиотека просто не представляется. Хлебозаводская 29 у нас отличается, наверное, более таким выставками прикладного творчества. Очень часто проходят у нас подобные выставки. Тоже свои посетители, свой круг. Для более уже такого зрелого возраста библиотека пользуется спросом. Каждая библиотека по-своему интересна. Ирина Сергеевна, коллектив библиотеки, библиотека филиалов, конечно же, библиотека – это не только книги, конечно же, это люди, которые встречают жителей, которые помогают выбрать то, что нужно. Скажите, пожалуйста, о коллективе. Коллектив у нас очень дружный. Все сотрудники библиотеки обладают какой-то своей уникальностью. И каждый на своем месте. Вы правильно подметили то, что встречают радушно. Это самое главное. Посетитель пришел, и он чувствует себя комфортно. Что его услышат, его поймут, ему помогут, выслушают. И вот это сейчас такая задача среди библиотек стоит, что нужно именно новое дыхание в библиотеке, новые сотрудники, молодые сотрудники, перспективные. У нас, я скажу честно, и хватает и молодых, и с опытом. И все мы, знаете, в таком симбиозе, мы все прекрасно дружим, сочетаемся, каждый по-своему интересен, каждый занимает свое место. И есть возможность для развития. То есть, если человеку интересно вот это, и он это может донести до человека, чем-то его привлечь, и сделать интересные мероприятия по-своему, мы как бы всегда только за. Да, мы всегда только за. Ну что ж, Ирина Сергеевна, поделитесь планами. Есть взрослая библиотека, которую тоже хочется видеть, обновленной, такой же необыкновенной, современной, как и детская модельная библиотека. Что в планах? Действительно, в планах у нас обновление центральной библиотеки, взрослой городской библиотеки, библиотеки имени Ивана Федоровича Горбунова. Было бы удивительно, да, если по этому адресу одну библиотеку мы сделали модной, современной и красивой, а вторая библиотека бы осталась такая, какая есть. Поэтому хотим, готовимся, готовим заявку для участия в очередном, очередную заявку в конкурсе. У нас уже разработан дизайн-проект на зал абонемента. Будет очень интересно. Пока не буду раскрывать всех карт, как у нас получится. И в рамках модернизации как раз центральной библиотеки хотелось бы и художественную галерею тоже привести в порядок. Сейчас тоже разрабатываем дизайн. Смеечек к нам буквально вчера приходил. Смотрели по ремонту. Было бы замечательно, если бы у нас получилось. Выиграть еще один конкурс. Ну что ж, будем надеяться, что Ивантеевская библиотека приобретет еще больше новых поклонников, читателей, конечно, и в том числе благодаря тому, что она станет совершенно современной, включая, наверное, и филиалы. Мы надеемся, что, может быть, вот этот конкурс продлят еще. Может быть, придумают еще какой-то новый проект на таком глобальном уровне, чтобы обычные библиотеки имели возможность присоединиться и привести в порядок свои фонды, свои интерьеры. Было бы здорово. Мы только за. Ну что ж, спасибо большое, Ирина Сергеевна, что пришли к нам, поделились планами в том числе. Желаю вам успехов в работе. И, конечно же, желаю выиграть во всех возможных конкурсах. Спасибо вам большое, очень приятно. Спасибо. Ждем наших читателей. Спасибо. Спасибо. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была директор Ивантеевской централизованной библиотечной системы Ирина Левичева. Спасибо, что смотрели нас. Увидимся. Увидимся.